Всем привет! Очень часто мне задают вопросы по покраске, в частности по драйбрашу. Техника крайне простая, но тем не менее очень эффективная. Я хочу показать на примере простой работы, как одношагово покрасить с металлическим эффектом, используя эту технику. Но для начала надо сделать заготовку, которую будем красить. Я буду использовать вот такую силиконовую форму. Заливать ее будем гипсом. Субтитры сделал DimaTorzok так, вставляем сохнуть. Как высохнет, будем грунтовать. Ну что, прошло где-то полтора часа. Давайте попробуем извлечь, посмотрим, что там получилось у нас. Так, ну вот. Есть некоторые пузырики. В общем-то их немного вот здесь, здесь на переносец один и мелкие пузырики на зубах. Ну, сейчас оставляем. Пусть он досыхает полностью. Как он полностью высохнет, продолжим нашу работу. Грунтовка у меня акриловая. Фирма Sunnet. Грунтовка очень густая. Я ее обычно слегка развожу водой. Чтобы погрунтовать даже самый мелкий рельеф. Кисть у меня пони. Номерная шестерка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю. Ну вот. Ставим сохнуть. Потом будем наносить базовый слой Теперь наносим базовый слой Использовать я буду Сажу газовую Подожженную акриловую краску Она довольно густая Нормально положить ее Вряд ли получится Расхожу ее немного водой Так как и грунт Хотя и гущина иногда очень полезна Когда надо создать небольшие текстуры Она потом застывает И все эти формы, которые ей придавались Остаются Вот нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все посохнет Я сушу при комнатной температуре Некоторые знаю, используют фены Но как-то Мне кажется, это Как и в тех случаях Когда надо очень быстро работать Тем более Неизвестно, как отреагирует краска на дополнительное прогревание. Но акрил быстро сохнет, как я уже сказал, поэтому комнатной температуры вполне достаточно. Все высыхает, тогда уже приступим непоострительно к драйбрашу. Метод сухой кисти драйбраш заключается в следующем. В том, что мы берем небольшое количество краски на кисть, удаляем, и тем, что осталось, наносим на поверхность нашей работы, выделяя выступающие части. Работать я буду вот такой кистью, синтетика восьмерка, плоская, а наносить я буду пасту металлик с античным эффектом латун. Берем немного пасты на кисть. Излишки убираем, чтобы осталось совсем чуть-чуть. Я ее отведу по бумаге, она почти не оставляет след. И начинаем покрывать всю нашу поверхность, двигаясь горизонтально. Лучше работать небольшими слоями, чтобы случайно не положить слишком много. И так вот потихоньку, шаг за шагом, обрабатываем всю поверхность. на каких-то участках, вроде скол, этих надбровных дуг, зубов можно акцент усилить, добавив чуть побольше. Но это уже лучше делать в конце, в финале. Сначала обрабатываем спокойно всю поверхность. Движения все однонаправленные лучше делать, потому что при хаотичном движении краска начнет попадать в углубление, и в результате мы закрасим весь рельеф. так, ну, как-то так. Я думаю, этого достаточно. Эта паста очень легко полируется, но только после полного высыхания. Манипуляция довольно-таки несложная. Техника вообще крайне простая, несмотря на то, что результат она дает. очень-очень неплохой. Не обязательно использовать краски металлити, можно любые. И даже вот в одношаговом уже получается довольно приличный результат. А если сделать покраску в несколько шагов, то и результат будет значительно серьезней. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо. Удачного крафта. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!